В 1995 году в Атланте, которая потом стала столицей юбилейной Олимпиады, в финале встречались те же спортсмены. Бывайса Саидея, когда еще никому неизвестный молодой спортсмен из Красноярска и Лайпальц, Александр Лайпальц, очень в то время прославленный спортсмен, 1969 года он рождения, то есть ему уже достаточно много, может 28 лет. На его счету и победы на чемпионатах мира, на чемпионатах Европы, он выигрывал в 1994 году чемпионат мира, чемпионат Европы в 1995 году, а затем ему дорогу перешел по войсу от Айтия, потому что Лайпальц началось все, естественно, с чемпионата мира в Атланте, когда Лайпальц стал вторым. Затем на чемпионате Европы вывел Саидея Лайпальда из игры и Лайпальд стал пятым, то же самое было на Олимпийских играх. И на новом чемпионате Европы, на прошедшем, вот совсем недавно, то есть три поражения от Бывайсана Саидеева потерпел Александр Лайпальд. И вот борцы на ковре, вот тот момент, которого мы так долго ждали. Это шлангу обслуживает судей. Ковридская бригада составит судей международной категории экстракласса, руководитель ковра Рик Сучи, арбитр Константин Бушой, судья Дар Панишевич. Все схваткой за первое место в этой весовой категории руководят инструктор Фила Альто Альфанези и координатор Фила Степан Казарян. И вот, наконец, финальный поединок за титул чемпиона мира. Совсем недавно, а если говорить точным и скрупулезным, 6 мая нынешнего года в Польше, в финале чемпионата Европы сошли Саидеев и Лайпальд. Тогда счет был 0-3 в пользу Бувайсы Саидеева. Бувайса тогда стал чемпионом Европы второй раз. Посмотрим, что же будет сейчас. По крайней мере, в интервью, который Лайпальд давал до начала чемпионата, он горел желанием, наконец-то, рассчитаться с Саидеевым за вот все эти поражения. И Лайпальд, по нему видно, настроен он серьезно. Поединок предстоит очень непростой, ничего не ясно. То есть здесь, на этом чемпионате мира, ни титулы, никакие звания в счет не идут. Главное, борьба, которая вот сейчас началась. Итак, все внимание на ковер. Первая секунда, первая атака Лайпальда. Лайпальд в красном трико, Саидеев в синем. Вот борцы такой в низкой стойке присматриваются пока друг к другу. И с первой секунды вот Лайпальд все-таки обозначил атаку. И было движение. Сейчас Саидеев очень хорошо, очень хорошо. Судя даже потому, что я сказал, борцы знают друг друга. И поэтому наверняка, наверняка что-то приготовили. Они друг к другу все в призу просматривали поединки, разбирали свои поединки. Вот Саидеев пытается перевести и переведет. Нет, не получается. Нет, тем не менее, иногда поднимаются. Да, я думал, уйдут за край ковра, но... Нет, Саидеев ставкивает Лайпальда обратно. Вот, давай, Буасар. Балл уже был, поскольку Лайпальд коснулся головой ковра. И орбитр полазал. Лайпальд контратакует. Смотри, он захватил Саидеева на кольцо. Это смертельный прием. Это что такое? Саидеев отдал кольцо. Ой-ой-ой. Разорвал, разорвал захват Буасар и, тем не менее, даже не отдал балл. То есть, вот сейчас Лайпальд только будет пытаться забрать балл Саидеева. Это что у него и получается. Один, один балл. Хотя, по-моему, только одним коленом коснулся Буасар. Ну, там балл есть. Это не важно. Давайте посмотрим, что же будет дальше. Вот на ножице пытается взять Саидеева Лайпальд. Да, агрессивно начал поединок немецкий борец. И все-таки он жесткий, сильный борец Лайпальд. Саидеев не стал даже пробовать выходить из захвата, просто пытался отстаять. Вот что-то Лайпальд не встает. Вот здесь вот такой психологический даже момент. Вот здесь германский спортсмен взял первые баллы. Ведь на чемпионате Европы счет был 3-0 в пользу Саидеева. Вот сейчас что-то, почему-то странная картина наблюдается на табло. Не горит балла у Буасара Саидеева. Пока, вот если судить по табло, выигрывает Александр Лайпальд 1-0. Неужели не оценили? Хотя, собственно говоря, это, наверное, не могло бы быть разных мнений. Но... Да, да. Нет, зажегся, зажегся балл. Зажегся балл. Это была ошибка. Зажегся балл. Вот так. 1-1. Заканчивается вторая минута борьбы. Сейчас 1-1. Вот сейчас Лайпальд загружает голову Саидеева. И пытается перевести его. Но Саидеев защищается. Борьба переводится в центр ковра. Саидеев идет вперед. Саидеев... Достойные соперники. Им каждому из них ясно, что если не будешь бороться ты, будут проводить приемы на тебе. И приходится проявлять активность как той, так и другой стороне. Идет обоюдная борьба. Обоюдная, бескомпромиссная борьба. Здесь никто никому не уступает. И не чувствуется такого явного перевеса. Ни нашего Саидеева, ни Лайпальда. Однако, вот все-таки центр занимает Саидеев. И, как бы, прессингуя Лайпальда, он подводит его к краю ковра. Пытается выключить руку. Вот атака за ковром после свистка. Соотношение баллов по-прежнему 1-1. Ничья. Изобразил, обозначил, скажем так, активность Саидеев. И вот... Лайпальд в атаке растянулся. Саидеев хорошо защитился. И снова борцы встали. Но не было контратаки, так, свойственной для Саидеева. Все-таки это борец совсем другого уровня. Я имею в виду Лайпальда, чем те, с которыми Саидеев встречался ранее. Вот так, вот атака Саидеева. Чем она закончится? Она закончится сейчас результативно, я думаю. В этой ситуации Саидеев всегда заканчивает схватку результативно. Ну, Лайпальд правильно защищается, захватил тоже ногу. Защитился, растянул Саидеева. Сорвает захват. Сейчас Саидеев все-таки, смотрите, пытается поднять Лайпальда. Нет, не получается. Но Лайпальд растянул Саидеева. Да, посмотрите, Олимпийский, он бывает на Саидеев. Так великолепно выглядишь и против всех спортсменов. Здесь тоже выглядит прекрасно, но соперник достойный, более чем достойный. Ничего нельзя сказать. 3 минуты 30 секунд позади. Счет по-прежнему 1-1. Равная борьба, равная борьба идет. И предупреждение получает Лайпальд. У Вайсар Саидеев выбирает стойку. У Вайсар Саидеев тренируется под руководством Дмитрия Георгиевича Мендиашвили, а Александр Лайпальд тренируется под руководством Герхайда Вайзенбергера. Вот спортсмены двух стран Германии и России выясняют отношения. Чья школа сильней? Пока ничья. 1-1. Вот приятно, приятно наблюдать именно вот такую равную, хорошую борьбу. Вот так идея, забрал. Сумеет ли Лайпальд защититься? Или сумеет ли Бу Вайсар забрать хотя бы бал? Смотрите, насколько Лайпальд все-таки тоже уверенно защищает. Смотрите, Растан. Это не слышно. Здесь что творится на трибунах кругом. И нам не слышен был свисток. Мы только удивились, почему Саидеев просто спокойно расслабился в безобидной ситуации. И Лайпальд здесь провел посадку, которая, естественно... А вот, смотрите, Саидеев просто забрал, как выпрямится, уйти из захвата. Он его... Все-таки даже на расслабленном Лайпальд себе ногу в этой ситуации немного повредил. Наказа была каплетена. А, конечно, потому что он тоже наконец-то услышал свисток в процессе, запали. Да. Вот Саидеев ходит, как стига, так по ковру. Не желает расслабляться. А, между прочим, ситуация здесь очень интересная. 4 минуты 20 секунд позади. Иван Юридин, Иван Юридин. Вот это, возможно, первую медаль. Видна школа, все-таки заметно, школа Лайпальда. Он отлично владеет техникой борьбы. Как в контратаке, так и правильно готовит вот все атаки. Неразбросанный такой, четкий, собранный. И видно, что он настраивался на 32-й чемпионат мира, именно на Саидеева. Работал вот оставшееся время после чемпионата Европы. Против Саидеева готовили они приемы, защиты, комбинации. И идет равная, абсолютно равная борьба. А мы болеем, болеем за Саидеева. Идет последние секунды основного времени. 4.50. Счет во встрече 1-1. Да, сейчас прозвучит гонг и будет дополнительное время. 1-1 основное время завершилось. Какая равная, какая прелечная борьба в финале. Контролирует время, смотрит на табло. Показывает еще, в борьбе показывает, что время истекло арбитру. Да, трудно, трудно борьба. Но болельщики скандируют, болельщики поддерживают Бувайсара Саидеева. Нам нужна победа, нам нужна победа. И вот он сейчас притингует, притингует. Предлагает свою борьбу. Смотрите, ах, какой ситуации. Равные, равные соперники, равная борьба. Какое-то мгновение, и Бувайсар берет бал, но Лайпольд уходит, уходит выседом. Вперед, разворачивается. Еще одно предупреждение получает Лайпольд. И Саидеев опять выбирает стойку. Да, он чувствует уже, вот Саидеев сейчас чувствует, что стойки вот этим прессингом, он нагнетая обстановку, где-то раскроет Лайпольда. Видимо, все-таки есть вот такая вероятность. Саидеев виднее на ковре. Он же чувствует прекрасно своего соперника. Вот растягивает Саидеев. Лайпольд атакует, удержание ноги. Так и получилось, 54 секунды дополнительного времени позади. Счет по-прежнему 1-1. Какой напряженный поединок, напряженнейший поединок. Лайпольд сбивает темп, завязывает шнурок, сел там. А Саидееву сейчас, конечно, темп этот нужен, так как видно, что Лайпольд заметно устал. Но нельзя проваливаться, нельзя проваливаться на трехбальный прием. Вот так, впереди еще две минуты. Такие вот, такой напряженный момент вдвойне у тебя дома. И в России, и в Казахстане стал борцом. Вот он отключает, отключает руки. Лайпольд прямо головой упирается в плечи и блокирует, блокирует движение Саидеева. Не дает ему бороться. Оба спортсмена устали, но волю к победе проявляет все-таки Саидеев. Он раздержит, раздержит. Вот так, атака, атака. Чем она закончится? Молодец, молодец. Балл, балл, прекрасно. Один балл поддерживает, смотрите, что творится на трибунах. Но еще одна минута, двадцать секунд. И вот сейчас начнется борьба со стороны уже Лайпольда. Но я думаю, Бувальсар, нагнетая обстановку, попытается все-таки еще один балл взять. Поскольку все внимание на ковер, все внимание на ковер, минута и десять секунд до окончания добавочного времени. Лайпольд, да, Лайпольд приглашает, приглашает массажиста-тренера. Возмущает Ирплан Баранова, Дмитрий Георгиевич Мендиашвили. Кстати, вот сейчас показывали лица губернатора края Валерия Михайловича Зубова и Иван Сергеевич Рыгин. Очень напряженные лица, потому что вот именно от этой победы... От этой... Лайпольд явно сбивает темп. Здесь зависит многое вот именно от этой победы. Потому что чемпионат мира, как известно, пытается заполучить страна, пытается заполучить город для того, чтобы побеждали наши спортсмены. А если они не будут побеждать, то, собственно говоря, зачем этот чемпионат, зачем развивать у нас школу? Ну, в общем-то, вещи очень известные, а мы взяли внимание на ковер с ИТФ Лайпольд. Весовая категория 76 килограммов, финал 2-1 пока ведет в дополнительное время бойца с ИТФ. Атака, атака, Лайпольд, да, правильно защищается с ИТФ, отключает руки снизу. И сейчас он может взять еще один балл, нет, Лайпольд все-таки блокирует борьбу. Идет в атаку, идет в атаку. Сейчас Сайтеев снова отключил руки. Смотрите, как откровенно, откровенно просто столько такую позицию выбирает. Не дает Сайтееву бороться, не дает Сайтееву бороться. И сам не борется, но время истекает сейчас. Сайтеев выигрывает, в принципе, его устраивает это. Он сейчас возьмет балл. Мы верим это. Смотрите, как он раздергал уже своего соперника. Нельзя только провалиться в этой ситуации. Нельзя расслабиться. Вот так, нагнетая обстановку, нагнетая еще-еще. Добавил. Да, Лайпольд провалился сейчас. И зайдет ли, зайдет ли Сайтеев назад? Возьмет ли он балл или просто будет удержание? 10 секунд. 8, 7, 6, 5. 5 секунд до конца поединка. И Сайтеев сейчас впереди. 2-1. Трибуны верят в его победу. Трибуны скандируют. Сайтеев чемпион. За 5 секунд до конца поединка. Конк. Победа. Посмотрите, что творится в зале. Что творится на трибунах. Обнились. Да, Зубов, Ерыгин. Все приветствуют. А трибуны встали. И стоя приветствуют своего кумира. Олимпийского чемпиона. И теперь уже двукратного чемпиона мира. Бувайсара Сайтеева. Великолепно, великолепно. Здравствуй, Сайтеев. Первая золотая медаль российской сборной. Первая золотая медаль воспитанника Красноярской школы борьбы. Именно на 32-м чемпионате мира по вольной борьбе. Поздравляем. Поздравляем. Бувайсара Сайтеева особенно. Он теперь двукратный чемпион Европы. Двукратный чемпион мира. Олимпийский чемпион. Бувайсар поднял настроение тысячам красноярцев. Тысячам россиян. Вот сейчас он в центре внимания. Это первый чемпион из российской команды на 32-м чемпионате мира. И мы не ошиблись. Не ошиблись в Бувайсаре Сайтееве. Действительно. И потом, какая великолепная, какая тяжелая борьба была. Никакого явного преимущества. Равные соперники. Вот это видно по повторам. Лайпольд, у Лайпольда, видать, меньше было воли к победе. Он, конечно, немного старше, но... В общем, по-моему, он опытнее Сайтеева, хотя менее титулованный. Но теперь вот все-таки у себя дома то, чего так боялся Бувайсар, то, чего он боялся, что перегорит. То есть я думаю, ему будет сложно бороться.